Приветствую! В эфире Вымпел. Здесь ты, как и всегда, можешь узнать все самое интересное и актуальное из мира. Кино, настолок, видеоигр, сериалов, комиксов, ну и прочих радостей гиковской жизни. Смотри сегодня в выпуске. Приказ 66 у каждого в голове, похождения Смирла и магия зельеварения. Первая наша рубрика, по устоявшейся и хорошо сохранившейся традиции, новости. Sony и Insomniac Games анонсировали ПК-версию Ratchet & Clank Rift Apart. Она выйдет 26 июля. Экшн-платформер, портом которого занималась Nixos Software, выпустят в Steam и EGS спустя 2 года, спустя момента изначального релиза на PS5. Предзаказы уже открыты в магазинах Valve и Epic Games. Сюжет экшена рассказывает о Ломбоксе, ну и такая смесь енота и феника, по имени Ratchet и его спутники, роботе Кланке. Во время одного из праздников, в свою честь, герои сталкиваются со зловещим доктором Невариусом, который переносит их в параллельную вселенную. Мультиверсы. Ratchet & Clank через мультивселенную безумие. Ну, словом, все, как мы любим. На релизе Ratchet & Clank получила теплые отзывы о прессе. Ее средний рейтинг на Metacritic составил 88 баллов из 100. Paramount Pictures опубликовала в сети новый трейлер мультфильма Ninja Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Лента повествует уже классическую историю о том, как четверо братьев черепах, всю жизнь скрывавшиеся от мира людей в канализациях Нью-Йорка и обучавшиеся Ниндзюцу отправляются на поверхность и пытаются жить, как нормальные подростки. С помощью новой подруги, также выглядящей весьма по-новому, Эйприланил, они выходят на след печально известного преступного синдиката и армии мутантов. Из интересных черт проекта можно выделить. Дерзкий визуальный стиль, напоминающий школьные рисунки на полях тетради, и отклонение от классической истории противостояния черепах и Крэнга или Шреддера. Борьба юных мутантов против себе подобных мутировавшихся братьев – отличная завязка для конфликта, которая может помочь понять четверке в панцирях, кто они есть. Да и состав актеров озвучки мультфильма не поменялся и все еще впечатляет. Джеки Чан в роли Сплинтера, Сет Роген в роли Бибопа, Джон Сина в роли Рокстеди и Жан-Карло Эспозитому неодинаковый в роли Бакстера Стокмана. На экранах это чудо из глубокой канализации появится со 2 августа. Коллектив Гейнскрадт представил Экюмены Ацтек, ролевой боевик об Ацтеке, который сражается с испанскими конкистадорами. Он сопровожден небольшим трейлером. Главным героем игры выступит неназванный персонаж, который, цитата, «не был рожден воином, а скорее сгодился бы для жертвоприношения». Однако, с помощью бога войны и великого защитника Кецеткуатля протагонист дает отпор чужеземцам, которые разрушили его дом, присвоили себе сокровища и убили множество его соплеменников. Протработчики обещают снабдить проект добротным сюжетом, системой развития через жертвоприношения, стелс-элементами, системой крафта и жестокими сражениями. Персонажу не обязательно размахивать оружием, чтобы поражать незваных гостей. Для этого сгодятся и ловушки, ну, а также, может быть, даже верные питомцы, поскольку в древе прокачки несколько ветвей. Ягуар для силы, змея для скрытности и орел для ловкости. Звучит, без шуток, как классный концепт. Смесь последнего Tomb Raider и Ассасина в интересном сеттинге с подтянутой графикой — отличная возможность окунуться в эстетику ацтеков. И искренне хочется надеяться, что продемонстрированный процесс — это только начало, которое с годами перерастет, если не в ААА, то хотя бы в АА-проект. Игра появится на ПК через Steam когда-нибудь в 25-м году. Перевод на русский пока не заявлен. А еще компания Neuralink Илона Маска добилась возможности провести эксперимент с внедрением чипа на людях. Когда-то мы говорили об этом проекте, а сегодня мы стали на шаг ближе к реальности, где каждый из нас сможет... Выполнить приказ 66. Следующая наша тема, нашумевшая в интернете, нашумевшая в сердцах фанатах, игра, посвященная похождениям не одного персонажа, а сразу двух — коварного Лоума и маленького бедного Смегала. Итак, о творении, которое призвано расширить игровую вселенную «Властелина колец», я думаю, в интернете знают уже все, кто хоть сколько-нибудь увлекаются играми. Очередная, неработающая, абсолютная версия, дикие требования, бесконечные, красиво оформленные письма с извинениями — все это сопровождает уже какой проект в 23-м году. Мы помним Форст Покин, мы помним Ред Фолл, мы помним Джедай Сюрвайвор, ну и, конечно же, Горлум не стал исключением. Все вселенные подвержены одному и тому же проклятию. Но если мы как-то абстрагируемся от технических особенностей, чего и так сейчас полно на Ютубе, на прочих сервисах, и все с удовольствием ругают какие-то аспекты, почему игра не работает, и попробуем все-таки поговорить о том, что в ней работает, ну или хотя бы работает почти, с точки зрения механик, то можно сказать, что это очередная попытка, не сказать, что неудачная, расширить вселенную «Властелина кольца». У нас есть две «Тени войны», которая вторая стала преступно скандальной, из-за бесконечных попыток уличить разработчиков в алчности, к микротранзакциям. Но на самом деле у меня с этой игрой другая проблема. Она на релизе стоила тысяч пять со всеми дополнениями, а Warner Bros. имеет такую дебильную манеру. Каждый свой проект, который он позиционирует как хит, где-то года через два продавать что-то рублей за двесть, что ли. То есть нет, мы, конечно, только за. Больше игроков, кто смогут прикоснуться к шедевру, но как-то внутри обидно. То они с Mortal Kombat'ом так сделали, то с Hitman'ом первым, который сезонный. Ну и «Тени войны» не стали исключением. Ну, «Горлум» эта судьба миновала. Он стоит три с чем-то тысячи рублей. На данный момент купить его можно. Стоит ли его покупать? Ну, во-первых, надо отметить, что дизайны здесь непривычны. Если «Тени войны» опирались на хоть сколько-то похожие дизайны из Питера Джаксонавской истории, там есть хотя бы похожий «Горлум», то здесь нет. Здесь «Горлум» выглядит несколько жутко. Нечто среднее между тем, как его представляли на картинках, и тем, как он мог бы выглядеть в фильме на концепт-артах. Вот. История целиком крутится вокруг него. Это эдакая адвенчура, где персонаж должен ныкаться, прятаться и пытаться выжить. Есть два сегмента, на которые можно поделить игру, и одна ключевая механика, которая через эти сегменты проходит. Два сегмента. Один в Мордоре, один в землях-эльфах. Причем в Мордоре это, ну, буквально стимулятор тюрьмы. Тебе надо подставлять своих сокамерников, людей, орков и других каких-то гуманоидов. А у эльфов это ныкаться, прятаться и пытаться смотаться отсюда куда подальше. Выполнять простенькие квесты на протяжении двух этих блоков. И самое главное, самое главное, не переходить в это утробное голум, 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 потому что поводы случаются. Чуть что выводят вашего персонажа из равновесия, у вас появляется выбор. Поступить подло и бесчеловечно, как горлом, или по-мягкому руководствуясь трусостью, как маленький смегал. Там проходит маленькая мини-игра, вам предстоит убедить своего альтер-эго, в зависимости от того, за кого вы выбрали в данный момент выступать, противник вам предстоит убедить. И если вы примете правильное решение, то у вас может чуть-чуть измениться сюжет. Если мы говорим о впечатлениях, техническую сторону мы опустим, она отвратительная. Рано или поздно игры чинят, и в первую очередь проблема для тех, кто ее покупал с нацеленностью пройти прямо сейчас. Прямо сейчас это не рабочий продукт. В будущем он может стать рабочим. Ради чего вы можете вернуться в него в будущем, когда он станет рабочим, кроме того, чтобы отбить свои кровные. Ну, во-первых, это довольно прикольная история. Через призму Гурлума мы еще на мир не смотрели. Мы смотрели через призму злодеев, героев, антигероев, которые становятся злодеями. Мы пытались закорешиться с орками, которые, как показали две игры «Теней войны», не такие уж и плохие ребят, с ними вполне можно поладить. Вот, тот же крысарий трус, отличный пример. А вот перспективы самого слабого, жалкого и попинаемого всеми существов с этой зимой мы еще на игру не смотрели, потому что даже хоббиты, как показала вселенная Питера Джексона, могут быть очень отважными и решительными. А на этом мы переходим к несколько позитивной ноте, к несколько более привычной рубрике. Она тоже связана с прошлым, тоже связана с фэнтези, но в этот раз не с тем, как прятаться и убегать, а скорее как варить и добывать. Мы поговорим о зелеварении. Сегодня в нашей рубрике, как и было, заявлено классика, причем классика отечественного аж 2005 года. Мы поговорим об игре Сергея Мачина. Зелеварение. Причем не просто зелеварение, а сразу с двумя допами. Наше сегодня путешествие, наша история отправит нас прямиком в прошлое. Как можно понять, что мы говорим о каком-то реликте? Ну, во-первых, стоит посмотреть на схему подсчета очков. Если в недавней игре, о которой мы обсуждали восходящее солнце, планшет был интегрирован в игровое поле. Нет, здесь, как по классике, маленькая дорожка, по которой мы можем отчитывать количество очков за созданное нами и разлитое по колбочкам зелье или какие-то интересные артефакты, или даже целые создания. Мы говорим сразу о трех играх, так как суть у них примерно одна, набрать больше очков, просто появляются способы. Мы поговорим о базовой игре, от которой осталась только читульная страничка, как бывает у всяких интересных гримуаров. Есть дополнения, университетские курсы, гильдия алхимиков. Последние два — это дополнения, они были получены гораздо позже, чем оригинал, поэтому они, собственно, сохранились в более целом виде. Колоды хорошо проиллюстрированы с точки зрения обложек, с точки зрения рубашек. Это отдельный плюс, потому что, например, у Манчкина все карты одинаковые, и только внизу можно увидеть символ, к какому они относятся набору. Здесь нет фиолетовый университетский курс, красные алхимики, коричневая база. В чем смысл игры? У вас есть задача набрать больше всего очков. Больше всего очков через создание определенных зелий, эликсиров или даже творений. Символ игры — это авокадо-кадавр. Может быть, я даже его найду. Есть разные по стоимости и по цене, самое главное, артефакты. Зелья, допустим, Верховный Эликсир, Лики, Талисман Маги, они находятся в единичном экземпляре. Каждая карта имеет сверху цену, снизу, какими ресурсами она может выступить, и где-то в середине, чем она может стать и какие ресурсы за это придется отдать. Например, за Верховный Эликсир надо два Великих Эликсира. То есть, Великий Эликсир Исчезновения, этот не подойдет, Настой не подойдет, Незримый Страж, как создание, кстати, как пример, но Великих пока больше нет. Для Великого Талисмана, соответственно, нужно два талисмана. По такой логике, собирая ресурсы, пользуясь заклятиями, чтобы добавить больше карт в общий банк, как это было в Эвердейле, или наоборот, разрушить в нагляк чье-нибудь заклинание, убить чьего-нибудь питомца или разлить по полу зелья, в этом заключается процесс в оригинальной игре. В университетский курс, когда мы входим, мы видим, что появляются любые элементы для эликсиров, которые служат некоторым разнообразием. То есть, эликсир универсальность, он сам по себе универсальный, и насоздать его можно из чего угодно. То есть, появляется больше ресурсов, в первую очередь, появляется куда больше сложных каких-то ингредиентов, которые могут, в свою очередь, стать основой для сложного эксперимента. То есть, допустим, для порошка надо сразу четыре элемента, любой Хайзенберг обзавидуется. Есть больше магий, это хорошо, потому что, помимо того, что мы состязаемся в зельеварении, прыгая по очкам, мы еще и химичим с огромным удовольствием, мы еще и колдуем. Причем колдуем ради себя любимого и против всех тех, кто против нас посмеет поднять свою палочку, ложечку или чем-то там с котелками возятся. Зелье, 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 зелье. Поскольку университетский курс нас все-таки учат больше теоретическим дисциплинам, поэтому текста тут как-то побольше будет. Гилдия. Гилдия? Алхимиков, наверное, мое любимое дополнение, учитывая, что их всего два, но я думаю, все-таки любимчика выделить можно, потому что здесь появляется последовательность с несколькими хигилами, то есть это последовательность, как ты можешь выполнить химическую реакцию, чтобы привести к какому-то конкретному созданию. Их здесь представлено три вида, и они все, собственно, размещены на карточках. Помимо того, что здесь появляется еще больше талисманов, особо сложным для создания элементов, помимо того, что здесь появляется еще больше животных, здесь появляется такая важная среди задротов штучка, как философский камень. Это вещь, которая способна превращать все, к чему прикоснется, в золото. Ну и какой химик и здравоуме откажется от хотя бы шанса сгенерировать такую прелесть. Здесь есть талисманы, здесь есть настоящий феникс, то есть для тех, кто увлекается прямо зельями и тематикой магии, то это дополнение, оно как-то больше привлекает, чем университетский курс, потому что культовые элементы собрались в одной коробке. Здесь несколько философских камней, вы хотите один, но есть их побольше. И таким образом смешивая все эти, ну, можно увидеть, что карты типовые, то есть никакое из дополнений кардинально процесс не меняет, вы там не начинаете вместо пассианса выкладывать косынку. Нет. Так-то вы можете совместить их все, перемешать, правда, здесь будет видно по цветам виньетки, но тем не менее, вы можете их перемешать и тем самым сделать игровой процесс еще веселее, раз так в три объемней. Количество ходов на достижение определенного количества очков у вас не увеличится, однако вместе с этим вариативности станет побольше. Это тот самый классный пример игры, когда отечественный разработчик захотел сделать что-то клевое, что-то клевое сделал, клево проиллюстрировал, и несмотря на то, что, ну, сейчас уже набор очков смотрится как несколько архаичная механика, но сама идея смешивать, чтобы из этого смешать что-то еще, она прям огонь. Была на телефонах когда-то такая игра Alchemic. Позже появилась серия мобильных игр Doodle God. Doodle God, Doodle Devil, Doodle Kingdom, по-моему, где вам надо было смешивать разные элементы. Воду, воздух, огонь, воздух. Из этих получившихся их там могло быть около 400 или 500, все они делились по категориям. И вот это, на самом деле, зелье варенья, оно напоминает конкретный сегмент этой игры. И пока мы не ушли в тему о Doodle God, о нем, я думаю, мы можем поговорить как-нибудь в следующий раз, потому что о нем можно говорить точно так же часами. Я просто хочу понадеяться, что сейчас, помощью издательства Правильные Игры, есть возможность добыть этот реликт, сокровище, и побыть Snape, Уолтером, Уайтом или любым другим персонажем, который покажется вам более привлекательным и положительным. На этом у нас на сегодня все. Не переживай, через неделю мы вернемся. Благо, повод будет. Настолок обещают привезти в этот раз побольше. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова